Сергей Викторович, проживаете где? В Кольчугино? В Кольчугино. Так, город Кольчугино. Ревизоры проверяют документы перевозчиков, фотографируют лицензии и списки пассажиров. В 33-м регионе, как и во всей России, действует запрет на перевозку людей автобусами вместимостью свыше 8 мест без соответствующей лицензии. Здравствуйте. Старший госинспектор Варданский Михайлович, Федеральный служб по надзору в сфере транспорта. Да, там путевой листочек список пассажиров. Водитель с лицензией на заказные пассажирские перевозки по закону не может выходить в рейс больше трех раз в месяц. Сотрудники Ространснадзора утверждают, что нелегалы прикрываются именно такими лицензиями. Ежедневно они зарабатывают на пассажирских перевозках, курсируя по регулярным маршрутам. Основная проблема, и суды по-разному бывает трактуют вот эти все моменты, доказать регулярность, именно регулярность, что именно тот перевозчик с одного и того же места осуществляет перевозку несколько раз в месяц, даже несколько раз в неделю, в день. Очень сложно это доказать. Сейчас задача ревизоров собрать данные по всем водителям так называемых заказных автобусов. Специалистам необходимо зафиксировать, сколько раз в месяц транспортные средства выходят в рейс. Если будет обнаружено, что водитель нарушает лицензионное соглашение, ему придется заплатить штраф. Для физических лиц его размер составляет 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 100 тысяч и для юридических лиц 400 тысяч рублей. По мнению Алексея Косилова, все пассажиры, которые пользуются услугами нелегалов, рискуют своей жизнью. Они подвергают своей жизни опасности, в первую очередь, жизнь других участников дорожного движения и наносят экономический ущерб и легальным перевозчикам, и экономике в целом. Самый лакомый кусок для нелегальных перевозчиков – это межрегиональные маршруты. Водители забирают себе в карман деньги пассажиров, которым надо попасть из петушков Александрова Киржача Юрьевпольского в столицу и города Московской области. В департаменте транспорта утверждают, нелегальные перевозчики забирают и более 30% пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах Владимирской области. Из-за этого Владимирский автовокзал теряет свыше 50 миллионов рублей в год. При этом налоги от деятельности нелегальных перевозчиков в казну не поступают.